Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами изготовим очередную приманку, которая тоже имитирует какого-то жучка или же кузнечика. Одним словом, насекомое, которое опустилось на воду. Нам понадобятся несколько необычных материалов, из которых я буду изготавливать. Но в процессе вязания я вам буду рассказывать, какими можно заменить. Давайте приступим. Крючок я взял Тимка 200Р. 12-14 номер, так как жучок у нас будет большой и рассчитан на поимку головля. Нить порядка 6.0. Ровница. Промажем немножечко клеем и промотаем хорошо вот так в цевьё, для того, чтобы в последующем материал наш не скользил и хорошо держался. Доводим нить почти до загиба. В качестве хвостика я уже изготавливал, показывал вам такие мушки. Я возьму совсем-совсем немножечко, щепоточку вот так антрона и закреплю его здесь. Материалы желательно крепить на ту длину, которая у нас будет соответствовать грудке, чтобы не было тело неровным. Пока я это не отрезаю. В качестве основного хвостика, вот у меня есть пёрышко фазана с грифки, крашеное. Если у вас такого нет, можно использовать обыкновенное. Если по каким-либо причинам и такого пера нет, возьмите любое куриное перо, которое имеет вот такие жесткие волоски. Или же олень и мех. В данный момент это не так существенно. Выбираю щепоточку, которая мне необходима для крепления хвостика. И отрезаю. Длина хвостика должна быть значительной. То есть практически равняться длине нашего тела. Перекладываем из одной рубки в другую. И в месте крепления нашего антрона подхватываем наш хвостик. Вот приблизительно такой длины для нас будет достаточно. Теперь мы спокойно можем уже с вами отрезать антрон по уровню нашего хвостика. Отрезали, остатки убрали. Для сегментации тела я буду использовать голографический люрекс. Если у вас по каким-либо причинам его нет, можете использовать леску. Или же какой-либо другой материал, который вы сможете для себя найти. Вот в частности я, у меня имеется вот такой типа юнифлосс. Это было ёлочное украшение. Поэтому я его креплю здесь, и будем мы сегментировать наше тело. Теперь можем прихватить весь материал окончательно. Следим за тем, чтобы тело у нас было достаточно ровненьким. Подхватили. Возвращаем нашу нить к месту крепления хвостика. И будем формировать тело. По всем правилам желательно его изготовить из антрона. Даббинг, который есть вот в таких наборах, или же несколько поменьше продается. Это уже не так существенно, но смысл остается все тот же. Что желательно использовать тот материал, который нам позволяет немножко плавать. Если нет, можно взять любую подшерсток. Есть вот такие наборы, несколько поменьше, которые тоже соответствуют нашим цветам. Значит, мы будем с вами, учитывая то, что у нас больше насекомых уважает рыба в оливковых тонах, я возьму щепоточку вот оливкового даббинга, нить не промазывая, потому что тело мы будем формировать с вами методом скручивания даббинга уже на цевье. Как только первые волокна коснулись нашего крючка, мы начинаем вот так спокойненько. Так как, как бы вы ни старались, он все равно у нас будет скользить. И заодно у нас, за счет того, что мы с вами скручиваем вот такую даббинговую нить, у нас в процессе, вот как вы видите, намотки, у нас формируется определенная сегментация тела. Если не хватает, пройдите два-три раза, сколько необходимо для того, чтобы создать несколько вот такое, как у меня, пышное тело. Теперь я возьму уже ближе к грудке несколько другого оттенка даббинг, совсем немножко. Можно также использовать, как я уже в своих фильмах вам показывал, я изготавливал это все из павлиньего пера. Или можно спокойно взять, намотать любым другим синтетическим даббингом, который хорошо противостоит воде, не дает ей впитываться. И окончательно, теперь уже в месте формирования грудки, мы подберем значительно темнее даббинг, так как грудка наша всегда выглядит несколько темнее. Можно изготовить тело из пенки, это уже будет значительно проще и надежнее вариант. Поэтому пробуйте разные варианты. Я изготавливал в разных стилях, в разных вариантах. В данный момент мне захотелось изготовить именно вот так. Приблизительно проходим с вами 2 третих от нашего хвостика расстояния, где мы закрепили с вами тело. Теперь мы берем наш люрекс и равными шагами начинаем сегментировать наше тело. Повторю еще раз, с таким же успехом можно использовать и проволоку, и леску, любой материал, который вы сможете для себя найти дома. Нам необходимо теперь взять немножечко полипропиленового, вот такого волокна, и антрон, такого же оттеночка. Если у вас его нет, можете крыло заменить мехом оленя. Совсем-совсем нам необходимо немножко, для того, чтобы мы могли сформировать крыло. Вот я беру приблизительно вот такую щепоточку и крепим ее с вами. Значит, вымеряем. Длина нашего подкрылочка должна составлять почти до середины, чуть больше крыла нашего хвостика. Прихватили здесь. Поднимаем вверх. И теперь нам необходимо подровнять концы так, чтобы они у нас не мешали. Выровняли их и подрезали. Удалили. И теперь окончательно берем восьмерочкой, поделим наши крылышки на две половиночки, так, чтобы они у нас находились вот так по краям, как делали мы с вами весняночки и всех остальных. Еще раз вот так с вами возьмем наш мех искусственный, возьмем, чем можно его причесать. Такой вот инструмент. И выполним вот такую операцию. Немножечко распушим все наши волоски, как они у нас находятся. Для того, чтобы более симпатичное вышло у нас в дальнейшем крыло, нам необходимо наклонить вот так все вперед под углом порядка 35-40 градусов и часть срезать параллельно плоскости крючка. Теперь, когда мы с вами, как вы видите, сейчас вам изменим ракурс. Как вы видите, теперь у нас крыло чем-то напоминает уже хорошо крылышко нашей поденки. Но нам это не нужно, поэтому мы сейчас с вами будем крепить крыло так, как оно должно находиться у нас уже окончательно. Вот мы с вами развели. Еще раз хорошо теперь промотаем, добавим капельку клея, так как этот материал у нас довольно-таки скользкий. Полиэтилен есть полиэтилен. Прямо вот небольшую капельку, где находится сам полипропилен. Нанесли, подхватили и теперь берем наши два вот так крылышка и стараемся их, проматывая перед ними, заставить лечь вдоль тела назад. Следим за тем, чтобы они были в то же время у нас раздельными. Ни в коем случае не соединялись. Вот так. У нас должна выйти вот такая конструкция. На первый взгляд вроде бы как бы непонятно, но когда мы сейчас дойдем до формирования нашего крыла, вы сами все увидите. Подровняем еще раз наши кончики. Вот и так будет достаточно. Для формирования грудки я буду использовать более темный даббинг, который имеется в наборе. Можно использовать черный, можно использовать коричневый, можно использовать... Вот у меня имеется вот такого близкий к цвету асфальта. Опять наносим его с вами на цевьё. И хорошо промотаем место крепления наших крылышек. Вот так. Если по каким-либо причинам, вот как у меня, остается даббинг, мы его берем аккуратненько или снимем, или обрежем. Он нам в дальнейшем сейчас еще пригодится. Оставляем конструкцию в таком положении. И теперь нам понадобится с вами, друзья, немножко экзотическое перо, такое как джунгливый петушок. Вот такое. И мы должны с вами сейчас подобрать два крылышка, которые будут располагаться над нашим крылом. Я подготовил парочку вот таких перышек со скальпа петушка джунглевого. Если у вас нет такого перышка, а у вас, наверное, как и у меня в начале, тоже его не было, можно спокойно заменить, используя вот разные перья, которые существуют у вас в скальпе. Любого оттеночка пробуйте, подбирайте себе сами. Мушку можно изготовить, заменив крыло на несколько другой элемент. Я беру перо джунглевого петушка, выравниваю его по длине, так, чтобы у меня вышло две одинаковые части. Совсем-совсем немножечко они должны быть длиннее моих подкрылышек. Вот приблизительно где-то так. Если мы немножечко ошибемся, это не страшно, можно будет потом поправить. Подхватили, посмотрели по длине и спокойненько теперь можем наши крылышки развести по сторонам, как нам это необходимо. Вот приблизительно вот так. Сейчас я подровняю и закреплю. Закрепили с вами крылышки. Они приблизительно должны вот так выглядеть на нашей мушке. Я подготовил вот такое перышко из скальпа петушка, обыкновенного, того, который продается в магазинах. И креплю его там, где мы закрепили с вами наши крылышки. Закрепили. После этого мы окончательно сформируем нашу грудку. Потому что 2, 3, 4 оборота. Сколько у нас выйдет, мы выполним нашим перышком. И на этом наша мушка будет закончена. Добавляю тот же даббинг, темный, который был. Без всяких блестящих элементов. Здесь привлекательности самого антрона уже больше, чем достаточно. Перышки, которые вот торчат у нас после обмотки нашего джунглевого петушка, они абсолютно не мешают в изготовлении мушки. Не доходим 2-3 миллиметра до самого колечка. Берем перодержатель. И теперь с вами изготовим опушечку. Вот сколько у нас с вами выйдет. Будем смотреть уже по самой величине пера. Два оборота, два, три, три. Вы выбирайте перышко так, чтобы оно у вас подходило по величине нашего пера. Так, чтобы у нас и достаточная была плавучесть, и в то же время не сильно большая лохматость. Вот у нас выходит вполне хороших три оборота. Доходим до колечка. И здесь уже закрепим наше перо. Аккуратненько уводим все перышки назад. И здесь можем уже формировать головку. Я нанес капельку лака на головку. И наша вот такая необычная мушка, которую можно отнести к семейству даже стимуляторов, которые побуждают рыбу к поклевке, готова. Очень хорошо работает в сумерки, в пасмурный день, в дождливый день. То есть, практически тогда, когда плохая освещенность. Видно очень издалека. В солнечный день пробуйте. Реагирует практически любая рыба. В основном она рассчитана для головля. Если по каким-либо причинам у вас отсутствуют материалы, те, из которых я изготовил, вы мне можете написать. Я покажу вам вариант довольно-таки простой, вот такой вот мушки, изготовленная из подручных материалов. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.